На финишной прямой спортзал детско-юношеского центра «Лидер» планируют открыть уже в следующем месяце. Там появится суперсовременное покрытие, которое используют на международных чемпионатах. Для региона это первый опыт. Укороченный маршрут, мост через захребетную курью, практически готов к сдачу эксплуатацию. В Наринмаре продолжается дорожно-ремонтный сезон, на что жалуются местные автомобилисты. Борьба с бюрократией. В регионе продолжает активно работать интернет-платформа о народной контроле. Своих проблемах жители округа теперь могут рассказать, не выходя из дома. Как это сделать правильно и насколько быстро реагируют чиновники. Инструкция по применению. Концерт с участием звезд российской эстрады. Красочный салют. В Наринмаре готовится отметить День округа, День нефтяника. В этом году гулять будем два дня подряд. Программа праздника уже известна. Расскажем подробности. И в столице региона состоялся очередной всемирный фестиваль уличного кино. Зрителям представили лучшие короткометражные фильмы начинающих российских режиссеров. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги последнего рабочего дня. Пятницы в студии Олега Танзейский. Новости начинаются. Процесс запущен в спортивном зале детско-юношеского центра «Лидер». Спустя год возобновились строительные работы. Масштабный ремонт проводят специалисты местной компании. Напомню, выполнить контрактные обязательства прошлый подрядчик должен был еще в сентябре 2017. Но все, что успели сделать рабочие – демонтировать старые деревянные полы, залить так называемую монолитную плиту. Однако позже результаты независимой экспертизы показали – строители использовали бетон крайне низкого качества, который рассыпается прямо в руках. Подробности далее. Вот так сейчас выглядит спортивный зал детско-юношеского центра «Лидер». Привести в порядок его должны были еще в прошлом году попался недобросовестный подрядчик. Судебные тяжбы длились несколько месяцев. И вот сейчас здесь работает новая подрядная компания. Шум перфоратора здесь замолкает лишь на секунды. Строители демонтируют монолитную плиту, которую залили год назад. Причина – крайне низкое качество материала. Вместо бетона класса 22,5 предыдущий подрядчик – компания «Инвестрой» – использовал бетон класса 5. По сути, это обыкновенная штукатурка. Она рассыпается даже в руках. Стоит дешево, а значит, хотели сэкономить. Не получилось. Стяжка точно плохая. Сразу говорю, она очень мягкая. Но бетон тоже не очень. Но долбится хорошо, но качество плохое. То есть явно предыдущий подрядчик допустил нарушение? Да, да. Меньше цемента. Сразу видно. На то, чтобы демонтировать бетонные основания, строителям, которые на днях выиграли конкурс, понадобится как минимум две недели. Признаются, работа несложная, вот только шумно, да и пыли много. Ну а после специалисты приступят к заливке новой монолитной плиты, уже из качественного бетона. Не так все печально на самом деле. Мы взялись, мы сделаем. Все вовремя, в сроки. Устраним недостаток предыдущего подрядчика. Бетон у них не совпадает по марке, качество бетона не подошло. То есть надо обязательно менять. Помимо прочего, новому подрядчику предстоит обшить стены спортзала и установить по периметру защитную сетку, а также заградительные барьеры для радиаторов. Только после здесь приступят к монтажу основного пола. Руководство лидера сделало выбор в пользу современного, а главное, универсального швейцарского покрытия. В России не выпускают. Это так называемый канепур. Он состоит из поролоновой подложки и фанеры. Идеально подходит для мини-футбола, волейбола, баскетбола и других видов спорта. Да имеется международный сертификат. Площадок с таким покрытием в регионе больше нет. Все давно уже, наверное, с нетерпением, и жители, и дети ждут, когда же все-таки войдет в строй столь долгожданный объект. На самом деле мы смогли провести аукционы, в конце концов. Ну и подрядчик приступил к работам. И надеемся, что к концу октября работы будут выполнены. И мы зайдем уже в новый современный зал. В будущем в зале «Центролидер» планирует проводить самые значимые финальные игры городских и региональных соревнований по различным видам спорта. Ну и, конечно, сами чемпионаты. Вероятнее всего осенью здесь обновятые трибуны для зрителей. Они смогут вмещать как минимум 200 человек. Олег Хатанзейский, Владислав Носкин, Антон Выдряков. Телеканал «Север». Озеленение территории, укладка асфальта и возведение новых объектов в регионе. Тем временем продолжается дорожно-ремонтный сезон. Так, например, уже завершаются работы по строительству новой транспортной артерии на улице Ненецкая. Кроме того, скоро в эксплуатацию запустят долгожданный мост через захребетное курье. Таким образом, местные автомобилисты смогут добираться до поселка Искателей по более короткому пути. А в будущем там планируют запустить новый автобусный маршрут. Однако есть и проблемные моменты. В Нарьинмаре городские чиновники уже который год не в силах провести ремонт одной из самых убитых дорог. Это небольшой отрезок на улице Пионерская. Репортаж Владимира Рожина. Возведение моста через захребетную курью – это последний этап строительства обездной дороги к поселку Искателей. А ведь еще недавно здесь была лишь дамба, которую ежегодно затапливала. Уже в октябре строители планируют сдать этот объект. Сейчас специалисты подготавливают дорожное полотно, отсыпают щебень, а затем укладывают асфальтобетонное покрытие. Всего на объекте трудится порядка 30 рабочих. По словам начальника бригады Игоря Кользина, единственное, что может помешать ходу строительства – это непредсказуемая погода. «Мост 15 сентября будет готов. Подходы к мосту делаем, озеленение. И в октябре будем сдавать, пускать движение. Здесь так планируется автобус будет ходить. Потому что две автобусные остановки вон там не находятся. Так что, в принципе, работы ведутся, материал имеется, все в наличии есть. Немножко нам погодных условий, чтобы поменьше было дождика. И все, и мы все выполним, все сделаем». Эта немаловажная транспортная артерия в последующем должна разгрузить улицу Юбилейная и открыть более удобный проезд к Угольной. Всего между Наринмар-Доримстроем и Центрстройзаказчиком заключено три основных контракта по ремонту и содержанию дорог. Так, например, уже в ближайшее время будет введен в эксплуатацию новый участок по улице Ненецкая. Там осталось только нанести разметку. Реконструировали и асфальтобетонное покрытие по улице Ваучейского. Кстати, помимо нового дорожного полотна вдоль главных транспортных артерий окружной столицы появились газоны и зеленые насаждения. Кроме того, украсили и пешеходные ограждения. Теперь на них красуются цветы. Правда, подрядчик опоздался сроками. Подрядчик должен был до 31 июля провести работы по снятию газонов грунта и засыпке плодородного слоя. Данные работы были выполнены им с нарушением сроков и представлены нам 15 августа только. С 1 августа и по 10 октября текущего года предполагалось выполнение работ по содержанию этих газонов. И также запланирован второй этап. Это непосредственная работа по вертикальному озеленению. Впрочем, такая радужная картина только на центральных транспортных артериях. По словам автомобилистов, есть места, где дорожное покрытие словно после бомбежки. Пионерская у нас. Два места съезд с бетонки на асфальт. Раз. Около рубина, получается, магазина. И там небольшой участок, где в том году по КТС копали дорогу. Вот это непонятное участок, которое засыпают постоянно и машинами раздалбывают. Хотя вроде и там трафик небольшой. Вот самое главное, вот Пионерская, где рубин магазин. И вот Пионерская 26, асфальт этот разрубленный. Ничего не делают там. Я не пойму, ничего на землях ли там. Вот там надо разобраться. И мы пытались разобраться, кому же принадлежит эта дорога. В итоге выяснилось, что данный участок находится в собственности городской администрации. Мы дозванивались до их представителей, но получить комментарий нам так и не удалось. Поэтому вопрос, когда же отремонтируют эту дорогу, так и остался открытым. Владимир Рожин, Александр Дуркин, Игорь Тарасевич, Вести Заполярье. Рассказать о социально важных проблемах и задать интересующие вопросы представителям власти абсолютно всех уровней теперь жители региона могут сделать это, не выходя из дома. В Ненецком округе продолжает активно работать и развиваться интернет-платформа под названием «Народный контроль». Ее главная цель – оперативно и качественно решить проблемы людей. Как эта система работает на практике, узнаете из следующего сюжета. Кривые полы, дыры в стенах и полная равнодушие управляющих компаний. С этим столкнулись жители дома номер 5 по улице Геофизиков. Строение в аварийном состоянии, причем даже по документам. Семья Маргариты Петрова переехала сюда недавно. Первое, что сделали горе-новоселы, стали перебрать полы и заполнять монтажной пеной щели в квартире. Естественно, за свои деньги. В феврале поменяли дверь, и как можете видеть, уже она не закрывается. То есть, надо все уже. Проблемы с дверью уже надо решать. Все, что сделали коммунальщики, в мае этого года установили в коридорах специальные маячки. Замеры показали. За три месяца одна сторона дома просела на целый сантиметр. На призывы о помощи в различные инстанции приходит лишь один ответ – ждите. Деревяшка стоит в программе по переселению на 2019 год. Устав от бездействия чиновников, Маргарита решила рассказать о проблеме через портал «Народный контроль». Я обратилась на сайте «Народного контроля» с обращением, что от нас отказались все коммунальные службы. Ни одна коммунальная компания не хочет собирать за нас. То есть, мы вообще никому. Сами по себе. Ну, ответили достаточно быстро. В течение, я точно не могу сказать, ну, наверное, дней 10-2 недель точно ответ пришел письменный на адрес. Проблемы в жилищно-коммунальной сфере – одни из самых острых в нашем регионе, наряду с благоустройством территории и состоянием дорог. Такой рейтинг составлен по результатам мониторинга интернет-платформы «Народный контроль». По данным диспетчеров проекта, в месяц на портал поступает порядка 30 обращений, причем по самым разным вопросам. «Очень часто поступают жалобы о том, что где-то не убран мусор в общественных местах, будь то детская площадка или остановка автобусная. Также очень распространена тема ЖКХ. Из последнего – это вопросы по освещению дорог или включению отопления в тех же детских садах». Для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями интернет-площадки, необходимо зарегистрироваться на сайте через электронную почту или портал госуслуг. Затем пользователь выбирает нужный ему раздел и пишет обращение. И в течение пяти рабочих дней заявление рассматривают, после чего должен прийти ответ. Для более удобного и качественного использования платформа постоянно дорабатывается. «Мы добавили интерактивную карту, на которой можно увидеть, какая, например, придворовая территория, к зоне ответственности, к какой управляющей компании относится, кто обслуживает эту территорию. Мы добавили быстрый доступ к видеокамерам. Можно посмотреть, что происходит на этих территориях. Мы добавили опцию, которая будет стимулировать граждан активнее обращаться на портал и участвовать в решении проблем города и округа». Кстати, еще одно нововведение позволит определить самых активных горожан. Организаторы ввели для пользователей платформы три статуса – новичок, активист и народный контролер. Всего на сегодняшний день на портал «Народный контроль» поступило около 200 обращений с различными вопросами и проблемами. Порядка 160 из них решены. Идем далее. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Неницкого округа и Дню Нефтяника, в этом году пройдут 8 и 9 сентября, пишет пресс-служба региональной администрации. Жители и гостей заполярного субъекта по традиции ждут народные гуляния, выставки, спортивные состязания, концерт с участием звезд эстрады и многое другое. Итак, в первый день в субботу на стадионе Детского юношеского центра «Лидер» откроют турнир по мини-футболу между командами общеобразовательных организаций округа. А в скейт-парке на улице Рыбников пройдет фестиваль экстремальных видов спорта, где определят сильнейших атлетов. Также ожидаются приезды, показательные выступления профессионалов мирового уровня и музыкальная программа от диджеев. Между тем, в сквере геологов, что в поселке Искателей, в торжественной обстановке откроют памятную композицию первым геологам Крайнего Севера. Какие именно объекты в нее войдут, будет держаться в секрете до презентации. 9 сентября в 11 часов на площади Марацей начнутся масштабные народные гуляния. На протяжении дня будут работать игровые площадки, мастер-классы и выездная торговля. Кроме того, горожане смогут попробовать национальные блюда на гастрономическом фестивале «Кухня народов НАО» и познакомиться с деятельностью некоммерческих организаций региона. Ну а вечером в 19 часов начнется концерт с участием певицы Натали и диджея Грува. А завершится мероприятие праздничным салютом в районе Качгартинской курьи в 22.00. В завершение выпуска лучшие короткометражные фильмы начинающих российских режиссеров представили жителям Ненинского округа. Семерный фестиваль уличного кино состоялся во Дворце культуры Арктика. В регионе он проводится второй год подряд. Зрители конкурсного проекта не только смотрели интересные фильмы, но и голосовали за понравившиеся картины. Все подробности в материале Людмилы Сидейской. Картину «Кругосветка» молодого режиссера Александра Фомина в этом зале показывают впервые. Таким образом, Ненинский округ принял конкурсную эстафету Всемирного фестиваля уличного кино. Из-за пасмурной погоды показ короткометражных фильмов перенесли во Дворец культуры Арктика. Эта короткометражка вызвала немало эмоций у зрителей. За 12 минут режиссер рассказал о судьбе молодой пары, которые, несмотря на все трудности, смогли осуществить свою давнюю мечту – отправиться в путешествие. Всего зрителям показали 8 картин разных жанров, но все их объединяет интересный сюжет и неожиданная развязка. После просмотра наступил самый интересный и важный момент – зрительское голосование. У вас будет 5 секунд на то, чтобы поднять свои фонарики, телефоны, опять же, или зажигалки, и посвятить за понравившийся фильм, как это делают участники фестиваля уличного кино по всему миру. Ведущий объявляет название фильмов, а зрители голосуют с помощью фонариков на мобильных телефонах. Сразу становится понятно, какая картина вызвала восторг и больше понравилась жителям региона. Победителем всемирного уличного кино в Ненецком округе стал короткометражный фильм режиссера Байбулата Батулина «Половинки». Впрочем, любители кинематографа особо отметили и работы других авторов. Понравилась картина «Шахматы» и «Темная ночь». Впечатления очень хорошие, нравится, как работают наши режиссеры и в целом, как развивается кинематограф. Очень интересная картина, хоть и короткометражки. Очень позитивно и расслабляешься, интересно. Две половинки очень понравился и кругосветка. Очень психологический момент отражен в этом фильме, поэтому очень понравился. Впечатления только замечательные. Очень тонко показано и заснято. Понравилось. Я такого не ожидал, в принципе, этой картины. Мероприятием остались довольны и сами организаторы. А самое главное – ценителей искусства на сеансе было больше, чем в прошлом году. Мы показали конкурсный показ, который проходит во всех городах и странах. Это восемь картин молодых авторов. Они в разных жанрах, с разным возрастным цензом. С каждым годом зрительский интерес растет. И в этом году намного больше зрителей. К сожалению, подвела погода. Но все-таки фестиваль состоялся. Всего представленные картины посмотрели порядка 70 человек. Причем среди них были не только взрослые, но и дети. Ну а уже в эту субботу жители региона смогут присоединиться ко Всероссийской ночи кино. Для зрителей подготовят культурную программу и покажут несколько отечественных полнометражных фильмов. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире и хороших выходных.